А в Киеве решили модернизировать парковки. Уже с 10 августа в столице перейдут на безналичную оплату паркомест. В мэрии говорят, что таким образом избавятся от коррупции среди парковщиков. Как это будет работать, узнаем от любви куклы. Вот такие паркоматы, также СМС и талоны на столичных парковках полностью переходят на безналичный расчет. Сами парковщики протестуют, их лишили работы. Несколько дней назад они даже пикетировали столичную мэрию, перекрывали главную улицу Киева. Семью же кормить надо. Столько людей останется без работы. Я вообще не могу понять, как это произошло. Столько людей оставить официально устроенных без работы. Тем временем в мэрии уверяют, увольнять никого не будут. Работу обещают найти для всех коммунальщиков. А решение убрать парковщиков с улиц объясняют просто. Так борются с коррупцией. Ведь в бюджет города, по словам чиновников, должно поступать 5 миллионов гривен в день за оплату паркомест. А поступает меньше половины, 2 миллиона. Вы можете бороться с незаконными. Приезжайте, до вас подходит парковщик, отдайте гроши. Вы набираете из попла и говорите, тут у меня дядя Вася с таким-то бенчиком вымагает у меня гроши за паркование. А вот столичные водители радости не скрывают. Дескать, устали платить в карман, а не в бюджет. Ну, я думаю, что это будет хорошо, удобно, потому что не все парковщики пробивают чеки. А вы всегда оплачиваете? Да, конечно, безусловно. Ну, потому что, если мы не будем оплачивать, тогда кто же будет и парк места делать? А что нет? Мы же в Европу устремимся. Или куда? В Европе проблем с паркингом не существует уже много лет. Например, в Варшаве. Четыре года назад здесь установили новые паркоматы, которые принимают и наличку, и банковские карты, и карту варшавянина. Также можно оплатить по мобильному приложению. Вбиваем номер машины, пишем на сколько минут, прикладываем карту и ждем чек. Вот, все уплачено. А еще здесь строят сеть е-паркингов. Такие стоянки оборудованы или камерами, или датчиками. И через приложение в смартфоне можно получить информацию о свободных местах. Но нам такое счастье, увы, не светит. Эксперты уверяют, бюджет города, который пытаются наполнить за счет парковок, может остаться ни с чем. Ведь как контролировать оплату за паркоместо, чиновники пока не придумали. Нарушения правил парковки будут настолько массовыми, что городские власти просто не смогут привлекать всех к ответственности. Это, кстати, уже не первая попытка убрать парковщиков с улиц столицы. Предыдущие успехом не увенчались. Получится ли в этот раз, увидим уже в августе. Любовь Кукла, Павлина Василенко, Владимир Самченко и Олег Невядомский. Подробности телеканал Интер.